Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказал! Не знаю, как сказать. Учитывая Россия. Да это все бесполезно. Народное мнение! Начало первого в Кирове. Добрый день. Это программа «Народное мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Как обычно, компанию мне составляет журналист газеты «Источек новостей». Александр Грислис. Александр, приветствую тебя. Добрый день. Народное мнение, напоминаю, посвящено вашим высказываниям, мыслям, соображениям и рассуждениям по обозначенной теме. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас многие ждут экспертных оценок по поводу главного политического события в рамках нашего региона, о чем стало известно буквально вчера. Это уход в отставку губернатора Игоря Васильева. С сегодняшнего дня мы будем жить с временно исполняющим обязанности главы региона. Это Александр Соколов. До последнего времени он работал в администрации президента страны. Да, безусловно, мы будем говорить об этом. Говорить, я думаю, немало, просто все очень быстро произошло. И вот первую большую передачу «Дневной разворот», посвященную данной теме, мы готовим на завтра с 11 часов. Ну и надо сказать, что мы сейчас работаем в прямом эфире. И слышать нас можно не только на волне 101.0, но также на сайте эхокирова.ру и в наших сообществах в Телеграм-канале и ВКонтакте. Ну а тема сегодняшнего народного мнения звучит так. Появление в Кирове крематория. За или против? По какой причине вы придерживаетесь такой позиции? Опасаетесь или не опасаетесь? Высказываться можно традиционно, позвонив нам по номеру 211-101. СМС, а также сообщения в Вайбер и Ватсап. Мы принимаем на 8-909-720-101.0. Ну и кроме того, если вы подписаны на сообщество нашей радиостанции ВКонтакте, то там есть посты, посвященные данной теме. И можете прямо в комментариях писать свои мысли. Я их обязательно озвучу. Надо сказать, что разговоры о строительстве в Кирове объекта по сжиганию тел усопших ведутся уже много лет. И вот на прошлой неделе, 4 мая, ну я не скажу, что эта новость свалилась как снег на голову, но, по крайней мере, меня она довольно удивила, потому что в последнее время соответствующая тема как-то немножко была подзабыта. И вот, на прошлой неделе в администрации города прошли публичные слушания по данной теме. Был представлен проект будущего крематория. Подробнее о том, что там говорилось на этих публичных слушаниях, я думаю, мы чуть позже озвучим. Известно следующее, что строительство крематория в областном центре планируется по адресу проезд Луганский, 14А, недалеко совсем от биохимзавода. На данный момент деятельности крематория без обрядовых действий. Крематорий планируется с одной однокамерной печью, площадь объекта 35 на 35 метров, высота до 6 метров, территорию вокруг крематория засадят деревьями и другими насаждениями. Кроме того, там еще запланирована парковка большая для транспортных средств. Я сейчас предлагаю сразу послушать опрос, который мы с Александром непосредственно подготовили еще накануне этих праздничных майских дней, вышли по традиции на театральную площадь. И вот этот простой вопрос задавали горожанам, как они, как вы, да, потому что мы говорим о нашей с вами жизни, о нашем с вами городе, как вы оцениваете строительство крематория в нашем городе. Удивили тебя, Саш, результаты этого опроса? Да, Володь, честно говоря, я думал, что большинство будут высказываться против, как противники строительства крематория сетуют на экологию, на то, что будет нарушаться экология. Но, как оказалось, у нас, наверное, процентов 80 высказались за строительство крематория. Получается так. У меня тоже было такое убеждение перед выходом, перед тем, как записать этот опрос. У меня было убеждение, что взрослые, старшие поколения кировчан, они будут однозначно придерживаться отрицательной позиции по данному поводу. Оказалось все совсем не так. Нам немало попалось действительно людей в возрасте, в солидном возрасте, которые поддерживают данную идею. Ну, сейчас мы с вами все, собственно, услышим, а видеоверсию этого опроса можно прямо сейчас уже увидеть и в группе газеты «Источек новостей» во Вконтакте, и в группе нашей радиостанции Вконтакте. Три минуты этому посвятим, а затем можно будет нас набирать 211-101, либо пишите 8909-720-101 и 0. Итак, что же мы услышали по данной теме на улицах нашего города? Пожалуйста, попрошу опрос запуститься нашего звукорежиссера. Народное мнение. Ну, я считаю, это более экологичный способ покинуть мир. У нас даже русские кладбища, например, они выглядят очень неотесно, у кого-то больше, например, участок, у кого-то меньше. Это все очень нагроможденно выглядит, а крематорий, ты, ну, сгорел, и все, твои родственники решают сами, что с тобой делать. Детя развеять или просто хранить с собой, как парень. В Кирове хотят построить крематорий. Как к этому относитесь? Я положительна. А почему положительна? А потому что нет места для сохранения, и сама думаю, что меня кремируют и к маме. Экологи настаивают на том, что может быть запах, загрязнение воздуха и так далее. Ну, производство должно быть чистое, экологическое, значит, и должно быть оборудование хорошее. Отлично. Почему отлично? Ну, потому что мест на кладбищах, наверное, не хватает. По большому счету, надо отходить от нагроби и от этих заборчиков. Это просто некрасиво становится, и забрасывают землю. То есть такой способ прощания самый оптимальный, да? Да, и можно прах поставить дома, если человек был действительно близок. Крематорий в Кирове собираются строить. Как к этому относитесь? Крематорий? Ой, да я хочу, чтобы меня закопали. То есть вы к традиционному способу, да? Да, да. Склоняетесь больше? Тут однозначно не ответишь, конечно. Ну, в принципе-то я отлично не возражаю. Я считаю, что это вполне реально, что можно это делать. Вполне цивилизованно. Конечно, цивилизованно, да. Как к этому относитесь? Положительно. Положительно? Почему? Да, земля забита. Земля под кладбищем, вы имеете в виду? Да, она полностью заложена, и где-то же нужно хоронять. Ну, то есть невозможно бесконечно расширять территорию кладбищного. Да, плюс еще это дорого везти в тот же Нижний Новгород. Также можно вот, как бы, вот этот прах, потом усадить деревья. Я не знаю, мне все равно так. Все равно? Да. Ну, вот, например, у вас на родине как принято с телами усопших обращаться? Нормально вообще. Ну, то есть традиционные похороны? Да. Земля? Вообще нормально. Да. Ну, не знаю, мне по сути все равно, смотря какое место тоже, наверное. То есть у вас пока еще не сформировалось какое-то отношение? Нет, я даже не думала. То есть не определились? Нет. Спасибо. Ну, мое личное мнение не очень положительное. А почему? Не знаю, мне не нравится такой способ. Ну, вам больше привычнее как-то ходить на могилку родственника, да? Ну, мне кажется, это уже логично, потому что если поездить по области, уже заметно, что очень много кладбищ, и, ну, мне кажется, скоро, если так будет проложаться, уже вся область превратится в одно большое кладбище. Нельзя сказать точно, что я за крематорий, я там за погребение, да, господи. Ну, у каждого свое дело, каждому, ну, хочется... Ну, в любом случае будут решать родственники, да? Да, безусловно. Да вопрос простой. В Кирове крематорий собираются строить? Как к этому относитесь? Ой, вы что? Нет, не надо. Ну, против или за? Против. А почему? Я не хочу, чтобы меня сжигали. Народное мнение. Вот такой опрос, записанный совместно с газетой «Источник новостей», получился по поводу строительства крематория. В нашем городе большинство, как мы сейчас с вами слышали, поддерживает данную идею. Есть те, кто против, но они в меньшинстве. И есть еще те, кто не определился. Раз народное мнение, передача, в которой каждый из нас может высказать свое мнение, я тоже хочу воспользоваться случаем, я, наверное, скорее всего, к неопределившимся отношусь в данном вопросе. Ты знаешь, Саш, за последние несколько лет я пережил несколько похорон, в том числе три года назад из жизни ушел мой папа. Ему до 60 лет не хватило дожить всего лишь пару месяцев. Я прекрасно знаю на своей шкуре, что называется, насколько это хлопотно, насколько это дорого. Все эти приготовления, поминки, покупка сопутствующих принадлежностей, гроб и так далее, тому подобное, транспортировка, доставка тела. И вот в данном случае я прекрасно умом-то понимаю, что кремация, это, наверное, был бы такой, наверное, подчеркиваю, да, потому что я еще не определился. Кремация тела усопшего, это, наверное, был самый бесхлопотный способ прощания с телом, но я, честно говоря, не говорю о моральной, конечно, стороне вопроса, пусть каждый решает сам. Но, с другой стороны, да, в своем сердце я не могу смириться. Все-таки в нашей традиции русской принято посещать могилку усопшего родственника, прибираться, памятник, ежегодные дни поминальные, все это прекрасно понимаю. Ну, вот такой, что называется, раздрай в душе, как ты относишься хотя бы в нескольких словах? Ну, я, наверное, тоже, как и ты, Володь, отношусь к неопределившимся в этом вопросе, но скорее склоняюсь к противникам, потому что я в этом отношении очень консервативен, и так же, как и ты считаю, что нужно посещать место усопших родных в принятые для этого дни, и поминать их там. И просто такая мысль сейчас пришла, а где гарантия того, что в этой урне тебе выдадут прах именно твоего родственника? Интересный, кстати, вопрос, да. А в землю мы опускаем, мы это видим. Да, да. Ну, целый ритуал, да. Это веками, собственно, сложилось. Вот эта традиция, церемония, да, прощание с телом. 211-101. Что вы думаете по этому поводу? Это серьезный разговор прямо сейчас, потому что, ну, впервые за долгое время обсуждения строительства крематория в нашем городе появилась какая-то объективная информация о том, что же это будет. Хотя, надо подчеркнуть, конкретные сроки появления данного объекта, они еще пока не называются. И ты нашел даже, по-моему, информацию о том, что даже документации-то, то есть разрешений необходимых не получил. И предприниматель еще не подал заявление на разрешение на строительство, потому что процедура сначала должна пройти общественных слушаний, которые, собственно говоря, 4 мая состоялись, но их итоги будут озвучены позднее. 13-го числа. 13-го, да, по-моему, в конце этой недели. Продолжения, поступившие, озвученные непосредственно в администрации, поступившие на электронную почту, они будут обрабатываться и... Анализироваться, да, составляться, да, что по итогу-то, собственно, да. Да, ты погромче немножко к микрофону, поближе к микрофону, вернее, и да, ты важную вещь проговорил, это инициатива частная, частная компания, частная организация, чуть позже мы об этом поподробнее поговорим. У нас в группе радиостанции ВКонтакте еще на прошлой неделе был размещен опрос, мы четко, да, решили спросить на наших пользователей, подписчиков, за вы, за крематорию, либо против крематория. Проголосовало там на данный момент чуть более 400 человек, в общем-то, достаточно показательно, и вот какие результаты получаются. Округляю, 65% поддерживают строительство объекта по сжиганию тел усопших, и, соответственно, 35% выступают против. Против или за наш эксперт-эколог Григорий Поскребышев, давайте сейчас с ним пообщаемся, не забывайте номер нашего телефона 211-101, вы тоже можете позвонить и высказаться. Чуть позже я почитаю комментарии, которые оставлены как раз-таки под постом с голосовалкой, что называется. Григорий, добрый день, вы в эфире, здравствуйте. Всем доброго дня, всем здоровья. Да. Григорий, я решил, безусловно, накануне передачи помониторить ситуацию, как дела со строительством крематориев обстоят вообще у нас в стране, и, к своему удивлению, обнаружил, что власти и жители многих городов сейчас этот вопрос активно обсуждают. Вот один из последних примеров, когда в городе появился крематорий, это Улан-Удэ, столица республики Бурятия. К 2024 году крематорий должен появиться в Казани, и в ближайшее время он должен, к тому же, появиться в Уфе. Ну, тут список городов можно перечислять очень долго, там и Самара, и Кемерово, и так далее, и тому подобное. И вот во всех этих городах, в том числе, экологи высказывают свою отрицательную позицию по вопросу строительства крематория, ссылаясь на то, что тут надо соблюдать огромное количество норм, есть прям четко в законах прописано расстояние, крематорий должен располагаться до жилых домов, до социальных объектов, школ, детских садов и так далее. К тому же, экологи говорят о том, что, а где гарантия, что установка по очистке воздуха, или вернее, не воздуха, ну, мы понимаем, да, что в результате горения получается. Вот эти остановки, установки по очистке, будут ли они работать нормально, кто за этим будет следить? В общем, ваша позиция, как эколога, Григорий, по данному вопросу? Вообще, в мире обстановка очень спокойная, и такое ощущение, что все помешались на курте огня, то есть всем бы все сжигать, вот это прям чувствуется, и, конечно же, наша власть, наш бизнес, который связан с экологическим сектором, тоже хочет все сжечь. Все, что можно, начиная от мусора, заканчивая, в общем, трупами. Вот. Там применяется, как правило, импортная технология, у нас сейчас санкции, это не очень хорошо, но будем верить в мудрость, в хитрость русского мужика, инженера. Есть, в конце концов, РХТУ, Менделеевский ВОЗ, есть у нас, есть специалисты, кто этим сейчас занимается, и плюс есть Белоруссия. В Белоруссии эти многие технологии давно уже дублированы. Вот, насколько там есть, у них нет лицензии, сейчас не могу сказать точно, смотреть нужно. Вот, но я надеюсь, что все будет хорошо. Но, конкретно касаемо нашей ситуации по городу Кирову, по Луганщине, то есть у нас на Луганщине находится, Луганщина это Луганский проезд, да, Луганская. Да, в городе Кирович. У нас там находится около 10 промышленных объектов и мощная загрузка транспортной артерии, которая идет на объездную, на Слободской, на Котельнич. То есть эта территория не очень хорошая в плане санитарно-эпидемиологической обстановки. И если еще ставить объект, дополнительно нагружая эту территорию, которая явно будет оказывать воздействие на санитарно-эпидемиологическую обстановку, в том числе в селитебной зоне. Потому что ветра так дуют периодически, что, ну, нос, самый простой рецептор, самый честный рецептор, говорит нам, ребята, на Юго-Западе, где спальный район, ну, вообще-то жить не очень комфортно. В течение 10 лет, вот я за ситуацией даже больше, наверное, слежу, и периодически и мои друзья, и жители пишут, говорят, кричат. Поэтому еще один промышленный объект расположить на этой территории, ну, наверное, нужны какие-то обсуждения, наверное, нужны какие-то слушания. Только там, чтобы были не только представители министерств профильных, да, а чтобы там были, может быть, и какие-то представители жителей, чтобы им объяснить, да, что за объект. Может быть, эксперты, желательно не только местные, потому что местных экспертов, инженеров, к сожалению, мало стало, или повыезжали. Вот, и с других городов, которые реально в этом понимают, реальные эксперты, а не просто активисты. Вот, как можно меньше активистов, чтобы было самое главное, потому что активисты-то, ну, активничают просто. Вот, и у меня есть интересное предложение, как всегда, нестандартное. У нас же правоправительственные активисты, экологи, да, так называемые, ездили в Вену, там у них 9 мусоросжигательных заводов прямо в центре, экологически чистых, безопасных. Вот, у нас в центре тоже есть хорошая территория, такая неплохая, рядом с ВУЗом, рядом с администрацией города, логистика идеальная, рядом с ДЮС США. Это, ну, во дворе Министерства экологии, там буквально соток 15, у нас же все сейчас минимально такое, да, компактно идет. Вот, можно там поставить маленький мусоросжигательный, там, крематорий, да, ой, человека сжигательный. Ну, крематорий, да, традиционный понимание. Министерство экологии проще будет контролировать качество выбросов, да, сбросов с этого предприятия, с этого объекта, сделать его можно хорошо. Плюс соседнее здание, например, ДЮС США, Министерство экологии могут просто бросовую энергию получать и платить копейки за коммунальные платежи. Представляете, это прекрасная идея, прямо в центре поставить предприятие, которое будет этот район снабжать бросовой электроэнергией. Прекрасно. И открытие обязательно, открытие сделать таким фееричным, здоровским, пригласить туда группу крематорий и вместе всем спеть. Мы все живем для того, чтобы завтра... Так, ладно, 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 Григорий, мы понимаем, да, мы любим творчество этой группы, мы помним слова из этой песни. Безусловно, да. Ну, тут больше в полусерьез, в полуиронию, конечно, это все следует воспринимать. И вы знаете, люди, которые пишут у нас в группе ВКонтакте, они тоже говорят о том, что не лучше ли бы где-то подальше от города возвести крематорий, и появление его в районе известного завода, оно только усугубит ситуацию с качеством атмосферного воздуха. Но тут, понимаете, это уже какая-то, ну, не знаю, не совсем рациональная дискуссия, наверное, уже получится. А давайте в этом месте, а давайте в этом месте. А вообще, в принципе, вы-то, Григорий, кстати, за или против такого объекта, как крематорий в нашем городе? С профессиональной точкой зрения. За появление, например, но считаете, что в другом месте где-то? Или вообще, в принципе, против? Ну, я же вам сказал, что я вообще считаю, что можно и в центре, если будет бросовая энергия, если будут хорошие технологии применяться. Но в Киеве таких специалистов, кто бы мог построить любую мусоросжигалку, которая сейчас планируется, нет. Узких профильных специалистов, кто занимается непосредством мусоросжигалки, нет. Привлекает кого только можно со всех сторон. Я, безусловно, верю, что у нас есть прекрасные инженеры до сих пор. Единицы их есть. Но мусорному оператору можно посоветовать, например, уволить парочку бессмысленных, ну или... Сотрудников? Сотрудников, да, которые получают большие зарплаты, по большому счету, ну, просиживая место, занимая место, да, чтобы не выступать против этих мусоросжигательных заводов. И нанять одного хорошего инженера-специалиста из Москвы или из других городов, из Питера, из уральских городов, которые могли бы реально заниматься этим проектом, ведением данного проекта. Ну или плюс подключить парочку подрядчиков или субподрядчиков из разных городов, кто реально в этом разбирается, вместо пары зарплат замечательных специалистов, которые, ну, наверное, малоэффективны в мусорном операторе в Кировском. Григорий, спасибо. Благодарю вас, да, за комментарий. Я понимаю ваши опасения, понимаю ваше возмущение на грани с иронией, все-таки, на мой взгляд. Да, в реализации подобных объектов, в реализации подобных идей нужно, конечно, учитывать многие аспекты, и продумывать, и просчитывать, потому что, ну, есть примеры в нашем городе, в регионе, когда то, что было задумано, далеко не так все на деле-то потом получается. Спасибо. Григорий Паскребышев, эколог, был с нами на связи, 211-101, прямой эфир, за вы или против крематория, 8909-720-101, и 0. Пишите смс, сообщения вайбер и ватсап. Все-таки хочу к тем комментариям вернуться, которые вы написали в нашей группе ВКонтакте. Довольно оживленная дискуссия. Там пусть строят за пределами города, написала Татьяна. Одни, ну, я тут вынужден заменять особо острые слова, одни нехорошие люди уже построили, без учета розоветров, биохимзавод, а нынешние нехорошие люди решили сплясать на всем на этом. Писали письмо в администрацию, это сообщение от Вероники, письмо с просьбой пересмотреть место стройки крематория, ответа не получили. Ежегодно на неприятный запах, доносящийся с той стороны, жалуются жители близлежащих домов, район парка Победы, Красная Горка. Запах в основном появляется поздно ночью, но и далее идет описание всем известной ситуации с неприятными запахами, которые разносятся в нашем городе. Ну, а где еще строить, как не рядом с заводом? С заводом так непонятно, что пахнет, или уж до кучи будет понятно всем. Что за опрос у вас дурацкий? Это Антон написал, за или против. Люди не против крематория? Да нет, хочу с вами, Антон, поспорить. Вот наш опрос это показал. Все-таки есть люди, которые возражают против данного строительства. Люди против крематория вблизи жилых домов. Ну, и еще по поводу строительства данного объекта в другом месте. Тоже, видимо, ирония или сарказма. Давайте построим крематорий через дорогу у администрации города. Пусть мониторят специалисты, которые там работают. Еще один спикер с нами на связи. Это отец Петр Машкцев, настоятель Спасского собора города Кирова. Отец Петр, приветствую вас. Алло. Алло. Да, отец Петр. Да, 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 здравствуйте. Обсуждаем строительство крематория в нашем городе. В администрации города представили официально проект. Прошли публичное слушание. Через несколько дней должны появиться результаты этих публичных слушаний. Пока конкретная точная дата появления такого объекта в Кирове не называется. Но все-таки, опять же, готовясь к программе, я решил поинтересоваться, как русская православная церковь относится к сжиганию тела усопшего. Я так понял, что официальная позиция церкви, ну, мягко говоря, неприветливая по данному вопросу. Вот хотелось бы из первых уст, что называется, да, узнать. С точки зрения православия, сжигания тела, что это? Хорошо, плохо, приемлемо, неприемлемо? Поясните, пожалуйста. Да, отношение русской православной церкви к сжиганию тела, оно такое, как что-то неестественный процесс. Что все-таки она выступает за традиционное погребение землю, потому что, ну, человек из земли взят, землю должен возвратиться. А сжигание тоже, ну, нарушение традиции, ну, и все-таки в нашей традиции это особое отношение к телу даже усопшего человека. Здесь это связано еще этим, ну, и вспоминавением о том, чтобы сохранить память о человеке, о том, чтобы было место, куда прийти, даже помолиться, пообщаться с ним. То есть, очень, и это тоже важно для человека, чтобы был какой-то такой, ну, какой-то символ, знак, который оставался после ухода особенно близких и родных людей, чтобы некая связь с ними оставалась. Но, с другой стороны, понятно, что сейчас такая ситуация, земля дорогая, вот и до нас дошло, в Москве это очень актуальная тема, там очень тяжело уже захоронить обычным способом человека, и поэтому там, да, церковь идет навстречу, и, да, разрешается кремировать. При этом молитва за усопшего человека, она не отличается никак, как обычным способом погребли. Это, простите, то, что мы называем отпеванием, да? Да. Молитва за усопшего, да. Отпевание, и да, и потом молиться за усопшего человека. То есть, если даже кремирует человека, он в церковь придет, скажет, я хочу вот заказать там панихиду по усопшему человеку, то его не будут спрашивать, каким образом его погребали. Он все равно, конечно, молитва за душу идет. В этом плане разницы нету. Но выработалась уже и своя традиция отпевания. То есть, вот в Москве я у однокурсника спрашивал, что уже такая традиция сложилась, что вначале все равно везут в церковь, отпевают, как бы вот тело усопшего, а потом уже отвозят в крематорию. Такой порядок уже, да, определился. Да, да, да. Да, уже так сложилось, такой порядок уже установился сейчас. Ну, то есть, официального какого-то порицания, что ли, со стороны церкви в этом случае нет. Вот родственники расприняли решение именно придать огню тело ушедшего из жизни родственника, ну, пусть так оно и будет, да? Правильно понимаю? Ну, рекомендуется как бы выступать, что все-таки, за традиционный способ. Рекомендовать, но при этом, как бы, ну, не запрещать, никак это, что, никак это, ну, на загробную участь, что ли, не влияет. Не влияет. В общем, это вопрос морали, да, вопрос веры, и каждый для себя, видимо, сам должен принимать решение. Тем более, если вот человек верующий. Да. Ну, для нас это ведь как бы новая традиция, и надо подумать о том, что... А с одной стороны, как бы, вот люди говорят, что приходят, говорят, вот я завещаю, чтобы меня кремировали, а страх потом развеяли над городом. То есть, ну, люди такие, вот, реально со мной общались, они вот об этом, таки завещают своим родственникам. Ну, а о родственниках тоже надо подумать. Там поминальные действия, придут на кладбище, помянут своих родных, близких, а у тебя там ни могилки, ничего не останется. Поэтому после кремации рекомендуется все-таки какое-то памятное место, чтобы было. Ну, да, да, тут следует согласиться, что поминальные дни и поминки, когда люди приходят на кладбище, это, что называется, больше для живых, да, нежели для тех, кто уже ушел в мир иной, чтобы люди посидели вместе, вспомнили добрым словом усопшего, пообщались между собой, рассказали о своей жизни и так далее. То есть, и жизнь продолжается в этом случае. Когда люди общаются. Да, мы чувствуем, что все равно душа-то живая как-то тут с нами, и нам легче. Спасибо большое, да, спасибо большое за комментарии. Понятно, вот такая позиция, да, у Росклопо-Австравной Церкви по поводу кремации тела усопших. Отец Петр Машковцев, настоятель Спасского собора города Кирова. У нас время рекламы сейчас подошло, давайте уйдем на эту небольшую паузу. 211-101, номер нашего прямого эфира. Вы за или против крематория? Позвоните, выскажитесь, либо пишите 8-909-720-101-0. Сейчас реклама. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение. Продолжается программа «Народное мнение». В Кирове собираются строить крематорий без указания пока конкретных дат ввода в эксплуатацию, если уж говорить таким языком. 211-101, номер прямого эфира. Есть 10 минут для того, чтобы мы с вами могли пообщаться. И сейчас мне звукорежиссер подсказывает, слушательница Валентина дозвонилась. Алло, добрый день. Добрый день. Валентина, времени немного, если можно, коротко. Я так быстро скажу. В 81-м году в Ленинграде я как раз была при кремации своего дядя Кейвумяги Яна Яновича. Значит, они прожили блокаду, ели там крысы и прочее. То есть жена уже не могла иметь детей. Они были без детей. Я помню, что мы с ними ездили, нас оставляли там. И вот в 80-м году, он в 81-м году жизни умер. Значит, что? Он, когда уже чувствовал, что он умирает, он сказал, ты, Лизочка, меня так вот все это не хорони, это тебе тяжело будет, и ты не справишься. Они одни жили в Ленинграде. Пусть меня в крематории сожгут, будет ужиночка, месточка тебе дадут небольшое на кладбище, и ты будешь ходить и поминать все, что так. И я как раз при этом всем прочувствовала. Мы простились, было здание перед крематорием, стояли гробы там, мы по очереди. Мы со своим Ян Яновичем простились прямо у гроба. И тогда была команда, тут была такая ямка, и спустили его. И вот я помню, когда Брежнев хоронили, и когда Ян Яновича отпустили на транспортировку, черную ленту, вот это ужасно было. Там это вот эти вот, все эти колесики, и все прочее жужжало, это был ужасный момент. Ну а потом она получила этот вот, значит, как, ну, коробочку. Урну с прахом. Там это было написано, и она похоронила его на Пескаревском кладбище, выделили местечко, и мы туда ходим, и она ходила все время, когда была жива. Валентина, да, да, я понимаю, да, у каждого своя история, с этим связана просто сейчас главный вопрос передачи. Вы-то конкретно за или против появления крематорием в Кирове? Я тоже 50 на 50. Тоже не определились пока еще, да? Не определилась. Разум говорит вроде бы, да, и неплохо. Но с другой стороны, вот у меня же есть случай, что мы, вот я когда езжу в Санкт-Петербург, я хожу на это местечко, знаю где это там, коробочка захоронена с Ян Яновичем, и мы там как бы что-то говорим. Валентина, спасибо, очень важно было услышать, да, именно ваше мнение. Спасибо. Вот к разряду неопределившихся можно, да, отнести. Саш, что мы знаем еще о том, каким будет крематорий, что там будет? Большой материал по этому поводу опубликовали наши коллеги из издания Ньюслер, репортеры, да? Давай мы прямо к этому материалу обратимся. Спасибо, по-моему, не одно издание. Я взял материал наших коллег с бизнес-новостей. А, простите, пожалуйста. Бизнес-новостей, ваши заслуги мы нисколько не хотели принижать. Итак, что мы еще знаем о том, что планируется? Авторы проекта, инженеры и так далее, они говорили о том, что все оборудование будет работать на экологическом газовом топливе, печь будет полностью компьютеризирована, высокотехнологична, в ней будет сгорать все полностью, никаких отходов, кроме праха, не будет. Да, печь из Китая, что интересно, кстати, вспомнил наш эксперт Григорий, говорил, что в связи с санкциями не будет ли проблемы с оборудованием. Да, с доставкой, да. Интересно, наши коллеги из бизнес-новостей пишут, что изначально это была задумана, Володь, как раз чешская технология. Чешская технология, которая более распространена в России. Но вот заявили, что она имеет только однокамерную очистку, в процессе переориентировались на китайскую печь с более эффективной очисткой. Может быть, с санкциями это и связано? Честно говоря, ну это мое личное мнение, конечно. Я вот в данном отношении термин печь бы не употреблял, потому что в русской традиции печь это что-то теплое, хорошее, свежий и горячий хлеб. Я бы назвал чисто технологическим каким-то термином камеры сжигания, например, да, печь. Ну ладно, печь, печь, я уж без особых тут уж претензий, как оно там будет. Итак, что мы еще-то знаем, да, что меня еще... А представитель Роспотребнадзора Людмила Мальцева как раз высказалась о нецелесообразности строительства в том районе, в юго-западном районе, еще каких-либо промышленных предприятий, потому что и так в том районе формируется устойчивое загрязнение. Пока у нас не наладится исполнительная дисциплина уже существующих предприятий, работающих в юго-западной части Кирова, размещение каких-то других потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха, наверное, нецелесообразно. Ну да, я к изданию Репортера, опять же, обращаюсь. То есть это же были все-таки общественные слушания, и вроде как общественница должна была там присутствовать. Ну, как отметили журналисты, людей не очень было много, простых жителей, я имею в виду. Например, вот жительница района Метроград спросила у докладчиков, соблюдено ли расстояние до данного жилого комплекса от крематория, учитывали ли вы розу ветров, именно подбирая вот это место. И один из специалистов заявил, что никто с бухты барахта ничего строить бы там не стал. Все это учитывалось, и роза ветров, и так далее. Нагнетала ситуацию жительница Метрограда. Говорила, что мы дышать не можем, вы не учитываете розу ветров. Если будет ветер, то все на нас будет лететь, и мы будем это дышать. Ну вот, видим, такая дискуссия довольно жаркая там развернулась. И еще раз специалисты присутствующие всех убедили, что никакого запаха от крематория не будет. Прочитав эти строки на прошлой неделе, я вспомнил свою, мою поездку в Нижний Тагил в 2013 году. В Нижнем Тагиле, если я не ошибаюсь, один из вообще старейших крематориев в стране. Он был построен еще во второй половине 90-х годов прошлого века. Так вот, мы ехали на автомобиле со своим двоюродным братом. Это было лето, было тепло, окна были открыты, конечно, у машины. Я спросил, Кость, а чем таким пахнет специфическим? Ну, прям, ты знаешь, вот так хорошо пахнуло. Это, говорит, Володя Крематорий работает, Нижний Тагильский. Ну, уж не знаю, стоит ли вот, испытав такой опыт, доверять вот этим словам о том, что у нас ничем пахнуть не будет. Ну, исходя из каких-то элементарных физических, химических процессов, ничего никуда бесследно не исчезает. И продукты горения в любом случае и будут. Но ты с таким жизненным опытом, жизненным примером еще и сомневаешься 50 на 50. Ну, да, сомневаюсь. Что там будет? Но опять же, ты же сказал, что один из самых старейших, соответственно, оборудование там, наверное, старейшее. Возможно, да. Если не ошибаюсь, в 96-м году он еще был построен. 211-101, прямой эфир, есть 4 минуты для того, чтобы вы успели дозвониться и высказать свои мысли по поводу планирующегося строительства крематория в городе Кирове, 8-909-720-101-0. Александр Грислис, кстати, еще подготовил небольшую справку о том, чья вообще эта инициатива, чье это вообще начинание. Потому что вопросы финансовые, мне тоже бы хотелось об этом немножко поподробнее поговорить. Инициатива это общество с ограниченной ответственностью Кировский областной крематорий. Эта вся информация есть в открытом доступе на соответствующих сайтах. Вот, по данным сайта РУСПРОФИЛЬ, генеральным директором этой ООЖКИ является Александр Андреевич Хруцкий. В то же время он является руководителем аналогичных предприятий. Кировский, Чувашский, Республиканский крематорий, Ульяновский городской крематорий, Ивановский областной крематорий и ряда других. Все они зарегистрированы совсем недавно, с ноября 21-го, в частности, 18-го ноября прошлого года Кировский областной крематорий ООО зарегистрировано. А Ульяновский, Чувашский и так далее с января по марту 22-го года. Такое ощущение, что люди просто по стране такой, чёс начался, когда в разных областных центрах, а может быть не только в областных центрах, планируются к строительству такие объекты. Просто когда я изучал финансовую сторону этого вопроса, у меня закралась мысль, а почему бы муниципалам, городу не поучаствовать в создании такого предприятия. Я сейчас объясню, почему именно в такую плоскость мои мысли перетекли, и вот я сейчас нахожусь на сайте Нижегородского крематория, куда частенько тела из Кирова везут на вот эту процедуру. И эта информация прозвучала на вот этих публичных слушаниях в мэрии 4-го мая, что, мол, вот, в Кирове крематория нет, приходится возить тем, кто желает именно таким образом поступить с телом усопшего родственника. Так вот, стоимость стандартной услуги в Нижегородском крематории 17 130 рублей. Туда входит кремация тела умершего, выдача стандартной погребальной урны, обработка гроба, сумка под урну и так далее. Если нужно срочно эту манипуляцию, извините, произвести, то порядка 20 тысяч это уже будет стоить. Но это в разы, Володь, меньше стоимости лицом. Да, я говорю, как человек, несколько похорон организовавший, в последнее время это, безусловно, гораздо дешевле. Нашел информацию про крематорий, который собираются строить в Казани. Строительство обойдется в сумму порядка 120 миллионов рублей. Эта информация по Казани еще озвучивалась пару лет назад, я не знаю, может быть, ценник вырос за последнее время, потому что строим материалы, все подорожало, подешевело. Ну вот смотрите, берем 100 миллионов примерно строительства крематория, стоимость услуги в районе 20 тысяч рублей. 10 лет назад информация по нашему городу появлялась о том, что у нас ежегодно умирают 5-6 тысяч человек. По моему мнению, оценочному суждению, сейчас цифра больше, мне кажется. Умножив эти цифры, получается, что крематорий, он себя за год-два окупит. Неплохой бизнес. Уж извините, что я в эту плоскость перевел наш разговор. Но вот такие цены у нас. Продолжение следует...